Для коллег и жителей села он был просто Петровичем. И в таком обращении выражалась огромная симпатия и уважение. Его знали многие не только в селе и районе, но и по всему Краснодарскому краю. Родным детищем и большой отрадой для Виктора Петровича всегда был народный самодеятельный коллектив казачьей песни. Хор был создан в 1985 году из числа рабочих и служащих отделения номер один совхоза Первомайский. В 2011 году коллективу было присвоено звание народный. Неоднократно хор становился лауреатом районных и краевых конкурсов. Он охотно работал с людьми талантливыми и работал с теми, кто, может быть, не обладает какими-то особыми творческими способностями. Но важно отметить то, что каждому из нас Виктор Петрович дал возможность раскрыться, показать себя и утвердиться, найти свое место в этой большой семье, которая называется сельские куки. Виктор Петрович 37 лет проработал в должности директора в местного ДК. За успехи и достижения получил звание заслуженного работника в культуре Кубани. Во многом помогал надежный тыл. С Ольгой Павловной вместе они прожили более 40 лет. Его очень все уважали в коллективе, в селе, с таким благоговением каким-то относились, что наш Петрович, наш Петрович. И его концерты посещались с таким удовольствием. Мне с ним, конечно, по жизни было очень легко, с его таким обаянием, с его добротой. В 2014 году Виктор Малошенко ушел из жизни, но дело его живет. Руководство Домом культуры взял на себя его сын Сергей. Сейчас он не только возглавляет сельский клуб, но и руководит хореографическим коллективом «Самоцветы». В 2008 году коллектив получил звание образцовый художественный. В его репертуаре 30 постановок, в которых занято более 50 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет. А две недели назад коллектив вернулся из Испании, откуда привез дипломы лауреатов международного конкурса. Как признается сам Сергей, иногда приходится трудно, но продолжать культурную династию семьи – дело чести. А других вариантов просто как для меня не было. Я всю жизнь здесь воспитывался, вырос. Родители даже в какой-то момент пытались отговорить меня, чтобы я не шел учиться в культуру. Спросили, может быть, пойдешь, не знаю, бухгалтером, экономистом, юристом. Нет, я принципиально сказал, я ничего другого делать не хочу, только буду заниматься этим. Ну, в свое время закончил институт культуры, ну, пришел работать сюда. С отцом, конечно, было все замечательно, все хорошо, легко работать. Но вот такие вот обстоятельства сложились, что пришлось ЦКС возглавить в 2014 году мне. Сейчас у семьи Малошенко горячая пора. Необходимо нарабатывать материалы и готовиться к новым концертам. Кроме этого, Дому культуры села Юровка выделена крупная сумма денежных средств для капитального ремонта. И теперь Сергею Малошенко предстоит завершить то, о чем так мечтал его отец. Сделать сельский клуб по-настоящему современным и доступным, чтобы для каждого селянина он стал вторым домом.